Российское общество знаний теперь и в Казани. В КСК КФУ «Оникс» открылась мультимедийная студия «Лектории». На торжественной церемонии открытия выступили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Я очень благодарен, что в качестве этой площадки была выбрана наша территория Казанского университета. Мы уже имеем опыт совместной плодотворной работы и, я надеюсь, сегодня, стартовав, эта площадка никогда не будет пустовать. Генеральный директор Российского общества знаний Максим Древаль. Рад вас приветствовать на открытии этой новой мультимедийной студии «Лектория» в городе Казань. Это наша третья студия. В Москве открылась летом. Совсем недавно мы открыли двери нашей студии в Сочи. И я очень рад, что в числе первых открывается студия в Казани. Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина и другие приглашенные лица. Я вас поздравляю, желаю вам больших успехов, желаю вам участия здесь на постоянной основе. И не только в качестве слушателя, но еще и в качестве в дальнейшем, я надеюсь, в качестве лектора. Пользуясь случаем, генеральный директор Российского общества знаний вручил ректору Казанского университета диплом. Далее участники перерезали торжественную ленточку в честь открытия новой студии. Студия «Лектория» начала свою работу с просветительского мероприятия «Марафон открытий», в рамках которого состоялись три панельные дискуссии. Мы, может быть, еще даже насчет какого-нибудь маленькой студии еще и здесь можем поговорить, в Казанской Федерации. Мы говорили сейчас о территории нашей обсерватории, где открывается центр изучения дальнего и ближнего космоса. Поэтому мы с Иваном уже ездили, смотрели эту площадку, мы готовы. Спикеры также поделились успешными кейсами запуском IT-стартапов. Поговорили об инновациях в сфере образования. Вот эти студии, которые мы создаем по всей стране, студии «Лектория», мультимедийные центры, это способ как раз-таки с одной стороны сделать более доступным знания на местах в каждом уголке нашей страны, с другой стороны дотянуться до самых интересных, подающихся лекторов и дать им некий такой социальный лифт, трамплин на федеральный масштаб. Наш университет, он и по своей миссии, он должен заниматься кроме науки, образованием, в том числе и просветительством. Причем эта функция заложена с самого начала, до основания университета в 1804 году еще. Казань уже в третий раз становится площадкой для просветительских мероприятий общества знания. Ранее трансляции майских и сентябрьских марафонов нового знания набрали более 200 миллионов просмотров. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс.